Очистные сооружения Барнаульской канализации – один из объектов городского водоканала. Тишь да гладь, пока не раздается сигнал тревоги. Сценарий. На очистных произошел выброс хлора. Это ядовитое вещество применяется для обеззараживания сточных вод, перед тем, как их сливают дальше в опь. И вот, якобы, произошла авария, в результате которой в воздухе оказался газ, а в эпицентре – человек, которого надо спасти. По метеоусловиям ветер юго-западный и глубина заражения составляет 361 метр. В настоящее время по условиям тренировки в зону заражения не попадает жилая зона. В основном идет распространение в сторону ветки железной дороги. Поэтому мы работаем на объекте непосредственно на объекте водоканала. В этой же папке у спасателей другой сценарий посложнее. Здесь хлор ветром уносит на жилые дома. Но решили пока работать по более простому. Сотрудники МЧС вместе со специалистами водоканала экипируются, чтобы зайти на опасную территорию. Эти костюмы словно скафандры. Газ внутрь не проникает. Можно сосредоточиться на спасении жизни. Пойдете номером 2, понесете дыхательный аппарат для отделения. И там поможете спасателям найти пострадавшего. Покажете им путь, потому что нужно вернуться. Для дополнительного антуража дымовая завеса. Правда, в случае реальной аварии дым был бы желто-зеленый и стелился бы по земле. Но все равно впечатлений нам, журналистам, добавляет. От дымовых шашек, конечно, запах неприятный. Но если это был бы настоящий хлор, я бы с вами сейчас не разговаривал. А меня вот так бы в лучшем случае выносили из помещения. Условный пострадавший на первый взгляд и правда надышался и чувствует себя плохо. Но нет, оказывается, он просто очень убедительно играет свою роль. Попей водички. Условно. Ну, мы шеем. Кислород продолжаем. У нас в помогательном режиме. Итог учений. Пострадавший спасен, очаг заражения нейтрализован, все службы сработали слаженно. К счастью, реальных выбросов с угрозой для жизни, по словам спасателей, в Барнауле в обозримом прошлом не случалось. Но такие учения, сказали в МЧС, помогают держать все службы в тонусе и быть на чеку, если однажды беда все же случится. Илья Кочетков, Андрей Печеркин. День с толком.